Особое мнение на 101FM Да, и через канал в Телеграме тоже мы следим К вопросу мы обязательно обратимся Он касается Александровского костела По костелу на этой неделе появились новости Но прежде чем мы к кировским темам перейдем Я бы вас все-таки попросила Как-то прокомментировать ту ситуацию Которую сегодня достаточно широко обсуждается Это ситуация с отравлением Алексея Навального Сегодня утром Навальный Летел на самолете из Томска в Москву В самолете ему стало плохо Он потерял сознание Самолет экстренно посадили в Омске Навальный госпитализирован в одну из больниц Состояние его тяжелое Отравление врачи рассматривают как одну из версий И Алексей Навальный находится в коме Говорит его помощница Что в Томском аэропорту Он пил чай в кофейне Ну вот я не знаю там Отравиться настолько просто чаем Зеленый как у Литвиненко было? Не знаю, по-моему черный Ну что тут комментировать Ситуация в любом случае Нерадостная Человеку плохо Отравление ли это Инсульт ли это Либо какое-то хроническое заболевание Я думаю, что С течением времени мы это узнаем Дай бог, чтобы Алексей Анатольевич Поправился, выздоровел И вернулся к своей деятельности Которая объективно Необходима для современной России А версия об отравлении Ну Она и родилась, наверное Потому что К сожалению Очень часто С людьми, которые демонстрируют Оппозицию Существующей власти Происходит Что-то нехорошее И примеров Простите В современной истории И России, и мира Очень много Начиная от Простите Недавней истории С Скрипалями и новичком Кончая отравление В Лондоне Литвиненко Полония И масса других Примеров Которые Мы можем даже и не знать И взрывы у нас были В сопредельных странах И прочее Просто такая ситуация Она ведь сразу же ставит Ну Под удар Что называется Там, да Органы власти в России Ну понятно Там, да Что не конкретных Каких-то людей Но тем не менее То есть Кто Мог бы желать Отравления Навального Первая версия Там, да Действующая власть Конкретные лица Разве можно так Подставляться Ну Подставляются же И расчет здесь На мой взгляд Достаточно простой Думать можно Все что угодно Попробуйте доказать Здесь люди Которые Злоупотребляют Подобного рода вещами И такими действиями Они Забывают Очень простую вещь О том Что рано или поздно Все тайное Всегда становится явным Пусть не сейчас Пусть не завтра Пусть не через 5 И даже через 10 лет Все равно это будет известно В случае Если это было отравление Если это было Злонамеренное отравление Узнаем ли мы правду Не факт Не факт На самом деле Не факт Здесь очень многое Зависит от Действий Родных и близких Алексея Анатольевича От действий Его команды Безусловно Первичный диагноз Токсикологический диагноз Будут ставить врачи Которые В настоящий момент Занимаются Восстановлением здоровья И стабилизацией Состояния здоровья Алексея Анатольевича Но Если произойдет Что-то Непоправимое Ну Я думаю Что К выяснению причин Того Что могло произойти Или может произойти Подключатся И авторитетные Международные специалисты И установить Причину произошедшего Будет возможно А они смогут подключиться Ну вот юридически Есть такая возможность У родных привлечь Например Независимых Каких-то специалистов Безусловно Я не хочу сейчас Обсуждать Эту ситуацию Но Тем не менее Безусловно Такая возможность есть Значит Когда гибнут Наши солдаты И привозят их В цинковых гробах Родным и так далее Очень часто Возникают похожие ситуации Когда родные Неудовлетворенные Диагнозом Который выставлялся Военными медиками Прибегают к помощи Независимых специалистов Всегда можно Отобрать анализы Любое Активное Биологически активное Вещество Все равно Оставляет следы Соответственно Можно установить Что это было Из-за чего Это произошло Если конечно Это какой-то Действительно Токсикологический агент Будем надеяться Все-таки Что ситуация Это для Алексея Навального Закончится благополучно И не будет у нас Необходимости Не хотелось бы Рассчитывать на какие-то Комментарии В том числе Международные экспертизы Не знаю Что будут делать родные Честно говоря Какая-то Правда Ужасно неприятная ситуация Мне так кажется Что для всех сторон Совершенно Никто не должен быть В таком заинтересован Родные В любом случае Могут уже сейчас Настаивать на допуске К политику Независимых экспертов Подсторонних врачей Не являющихся Сотрудниками Той клиники Где в настоящий момент Алексей Анатольевич И находится Хотя сотрудникам клиники Мы желаем Всяческий профессионализм И силы всех возможностей Для того Чтобы человеку Здоровье и жизнь Спасти Безусловно Я уверен Что во многом Во многом Если в нашей власти Все-таки Преобладают люди разумные Они точно так же Должны в настоящий момент Сделать все возможное Чтобы Алексей Анатольевич Как можно быстрее Встал на ноги И вернулся в строй Пусть даже С той Нелицеприятной Критикой Которой он Отличался С той повесткой Ян Чеботарев В нашей студии Мы продолжаем Про Александровский костел Новость Которая вышла На нашем сайте Я просто вот Озвучу сейчас заголовок Суд рекомендовал Правительству Кировской области Подумать о мировой С католиками По поводу костела Это было два дня назад Насколько я помню Вы писали У себя в фейсбуке С той поры Произошли ли Какие-то движения В сторону Мирового соглашения Ну пока нет Из движений Я в настоящий момент Готовлю Черновичок Письма Которые передам Отцу-настоятелю Григорию Заволинскому С тем Чтоб мы Имели возможность Согласовав Наше предложение Направить Его правительство А то есть Вы будете выходить? Ну мы ждать То не будем Мы в любом случае Сами в который раз Попытаемся Достучаться До Разума Нашей власти Хотя бы для очистки Собственной совести Мы всегда Предлагали Сохранить И орган И возможность Использования Здания Александровского Костела Для цели Организации Выставок Концертов И прочее Единственное Непременное Условие Которое Мы всегда Оговаривали О том что Когда данный Храм вернется В лоно Римско-католической Церкви Никаких Непотребств В нем Происходить Не должно То есть Плясок Гулянок Проведение Каких-то Шумных Светских Мероприятий А в части Органной музыки Концертов Органной музыки Пожалуйста Концертов Выставок Это всегда Пожалуйста Это абсолютно Нормальная Деятельность И все Католические Храмы Во всех Странах Европы Этим Не пренебрегают Это в том числе И способ Привлечения Верующих Точно так же Да И способ Между прочим Пополнения Мне кажется Ну в некотором Смысле Там бюджета Какого-то Ну возможно Но это Не ключевой Момент Вы анонсировали В своем посте Возможный Визит в Киргскую Область Представителей Католической Церкви Из Москвы Если я верно Это обсуждается В настоящий момент Решение еще не принято Для меня на самом деле Вот чем я руководствовался Когда размещал свой пост Главная новость Состоит в том Что мы Не проиграли апелляцию В одном заседании Обычно Обычно Когда суд апелляционной Инстанции Нисколько не сомневается В правильности Того решения Которое принял Суд первой инстанции Заседания в апелляции Длятся считанные минуты 10-15 Пришли Выступили Ушли Через минуту зашли Суд огласил решение Все Решение Суда первой инстанции Оставлено без змей Вступило в силу И прочую вещь Здесь было не так Обычно всегда Когда суд апелляционной Инстанции Видит что Дело сложное Там есть В чем Поразбираться Обязательно Всегда Объявляются Перерывы Дополнительно Исследуются Материалы дела Более глубоко Таких отложений Может быть Ни одно Ни два И даже Ни три В этой части Это нормальная Юридическая практика И точно так же Меня абсолютно Порадовало Что Суд Очень внимательно Выслушивал Стороны И Задавал Уточняющие вопросы В частности Основная Причина Которая Декларировалась Правительством Нежелание Передавать Храм Верующим Как раз И сводилось К Исключительной Уникальности Музыкального Инструмента Органа Фирмы Хуга Майер Который Установлен В Александровском Костеле Исключительной Значимости Данного Объекта Для Культурной Жизни Города Как культурной Площадки И соответственно В этой части Суд Поступил Абсолютно Разумно Тем более Что с точки Зрения Арбитражно Паруциального Кодекса Суд На любой Стадии Должен Содействовать Примирению Сторон Суд Рекомендовал Правительству Подумать Над мировым Соглашением Ссылаясь На то Что фактически Католическая Община Приход Пресвятого Сердца Иисуса Возглавляемый Отцом Настоятелем Григорием Зволинским Никоим Образом Не настаивает На немедленном Сносе Выносе Органа Запрете Проведение Каких-то Мероприятий Закона Посмотрим Посмотрим К сожалению В октябре Будет заседание Перенесли Да На начало Октября На 6 число К сожалению Складывается Действительно Странная Судебная Практика Что Как правило Все конфессии Кроме Русско-Православной Церкви Сталкиваются С огромными Трудностями При Попытке Реализовать Права Предусмотренные Федеральным Законодателем А закон То один Для всех И там Не прописано Что одной конфессии Можно А другой И нельзя Претендовать На возвращение Утраченного Имущества Безусловно Ну к сожалению Не все В Российской Федерации Пока определяется Законом А я вот Вам сейчас Просто вопрос От слушателя Нашего сайта Задам Он спрашивает Может ли быть так Что решение Не возвращать Костел Католикам Было принято Не в Кирове А выше И второй вопрос Допускаете ли вы Что это решение Связано с польским Происхождением Настоятеля То есть отношения Между Россией И Польшей В настоящий момент Не самые дружественные Я не исключаю Что возможно Это решение Было принято И не правительством Кировской области А на уровень На два выше Возможно и такое Но на мой взгляд Упорство Правительства В нежелании Предоставить Возможность Исполнить Требования закона Получить верующим Здание Связано с Абсолютно Простой причиной По закону В течение шести лет После принятия решения О возврате верующим Храма Правительство Должно Озаботиться Приисканием Нового помещения Для нужд Кировской областной Филармонии И перемещение Туда Имущества Принадлежащего Филармонии То есть Этого же Органа фирмы Хугамайер Это стоит денег И естественно Ну и орган Говорят нельзя переместить Ну на самом деле Орган можно переместить Любую вещь Можно аккуратно Разобрать Собрать В другом месте Другой вопрос О том что Эта процедура В любом разе Потребует Немалых денег И привлечения Хороших специалистов И это все стоит Причем Дорого стоит Я считаю что Здесь это абсолютно Прозаичная причина Люди пытаются Сэкономить Бюджетные деньги Бюджетные деньги Считая что Бюджет И сохранение бюджета Гораздо важнее Исполнение закона Иоанн Евгеньевич Остается ли Там предметом торга Какого-то возможно Да Вот эта история С тем что Католикам предоставят Вместо Александровского Костела Какой-то Либо другой объект Либо иную площадку Для строительства Нового объекта То есть Отец Григорий Готов сейчас Пойти Вот на этот вариант Решения Ситуации Или уже нет Ну смотрите Значит Во-первых Структура Римской католической церкви Насколько я понимаю Достаточно сложна И подобного рода Решения В итоге Принимает Совсем не Отец Григорий Зволинский Они принимаются На уровне Архиепархии Божьей Матери В Москве Как правило Это Архиепископ Пауло Пеце Либо даже В Граде Ватикане Но Если будут Какие-то предложения Они безусловно Будут рассмотрены То есть Эта дверь не закрыта Еще можно Да Когда приезжал Апостольский Нунций В город Киров Его Преосвященство Челестина Мильоре И встречался С губернатором Игорем Васильевым Как раз Я недавно Пересматривал Видео Из Ютуба По поводу Этой встречи Губернатор Как раз Обещал подумать Поискать какие-то Компромиссы Возможно Что-то предложить Ну как Восыны не там Пока Если какие-то Предложения Будут Например С просьбой Отказаться От права Притязаний На Александровский Костел В обмен На что-то Ну конечно Это будет Рассмотрено С другой стороны Ну я Как человек Все-таки Более светский Буду честно Говоря Удивлен Почему Все-таки Здание Намоленное Стоит С точки зрения Даже не денег Духовной составляющей Ну все-таки Гораздо Гораздо Больше Чем Какое-то Новодел Все-таки Это памятник Он построен Достаточно Давно Он освещен Он использовался Там столько слез И столько Простите Крови было Для того Чтобы его Сохранить И построить О чем Не говорят И не пишут Ну не знаю Ну во всяком случае Рассмотрены будут Все предложения Дверь не закрыта Можно Но пока Но пока Движение со стороны Правительства Что касается Польской национальности Отца Григория Слушайте Ну неумных людей На самом деле Очень много Я сам сталкивался С истериками В интернете О том что Вот Сейчас Поляк Заберет Наше здание Еще что-то И прочее Ну во первых Это на самом деле Говорят люди неумные На мой взгляд Так получилось Что Польша Ближайшая К Российской Федерации Католическая Крупная страна И конечно Основная база Для обучения Для пополнения Штата Служителей Католической Церкви Исторически Находилась Именно там Помимо Литвы Конечно И Польши Ну у нас Ближе католиков Никого нет Но тем не менее Сейчас Эта ситуация Меняется Уже работают Духовные семинарии Академии Где готовятся Русские Священники Католической Церкви Поэтому я думаю Что все-таки Здесь На первом месте С польским происхождением Не связано Не связано То есть на первом месте Все-таки Деньги И желание Там Да Точнее Нежелание Связывать со всей Этой процедурой Одно время Во времена Никиты Белых Когда вопрос Передачи Костела Обсуждался Крайне активно И фактически Уже было Принято Политическое Решение О возврате Верующим Подобного рода Действию Очень сильно Противилась Русская Православная Церковь Потому что Фактически Тогда Именно католический Храм Был бы Ближайшим И самым Центральным В городе Кирове Потому что Александровский Костел Находится В считанных метрах От театральной Площади А театральная Площадь Административно Хотя бы Это самый Центр города Кирова Понятно То есть Эта позиция Возможно Каким-то образом Учитывается Хорошо Продолжаем дальше Я бы хотела Попросить вас Прокомментировать Достаточно громкую Новость До начала Этой недели Конца прошлой Недели Начало Этой недели Был задержан За нетрезвое Вождение Сын Экс-депутата Государственной Думы Сергея Доронина Вот Эта история К сожалению Большому Для Кировской области Нередкость Когда Либо дети Высокопоставленных Родителей Либо сами Высокопоставленные Люди Позволяют Себе сесть за руль В нетрезвом Состоянии Дальше Начинается История Которая Происходит Значительно Реже Дальше Депутат Экс-депутат Государственной Думы Сергей Доронин Извиняется За поступок Сына Сообщает О том Что Не будет Его отмазывать Что называется И мало Того Извиняется Еще и за свое поведение За свои там Родительские упущения Что называется То есть Я там где-то Не досмотрел Где-то Не воспитал Много работал Что-то важное В голову человеку Не вложил Я тоже виноват И потом Еще Мы слышим Извинения От самого Тимура Который Называет Свой поступок Недопустимым И безобразным И говорит Что готов Понести наказание На моей памяти По-моему Только один раз В Кирове За последние годы Такое случалось Это когда за нетрезвое вождение Был задержан ведущий Наш коллега Там ведущий Телеканал Роман Корнеев Который тоже Приносил извинения За то Что сел за руль Нетрезвым В основном Обычно Мы не слышим Вот этих вот людей И это удивительная история Или нет Ну С одной стороны Безусловно Удивительная С другой стороны Это правильная история И я искренне надеюсь Что Слова Сергея Доронина И его сына Они идут От чистого сердца Ну тогда честь им и хвала Понятно что да Кто без греха Пусть первый бросит в них камень Да Совершил нарушение Слава Богу Что Без каких-то Трагических последствий Это все Обошлось Если будут сделаны Правильные выводы И это не будет повторяться Это можно только приветствовать На самом деле Наказание я думаю Стандартное Парень получит Он получит И лишение прав И штраф И штраф он получит Вопросов нет К самому Сергею Доронину Ну я и раньше относился Достаточно уважительно Сейчас мое уважение Только увеличилось Послужит ли эта история И поведение Там фигурантов Этой истории Каким-то примером Всем остальным нарушителям Я думаю нет Почему Ну во-первых Каждый человек Он уникален Господин Доронин Личность Прежде всего Публичная В прошлом Крайне публичная Политик федерального масштаба Ну поэтому Конечно Сохранение лица Сохранение лица На будущее Здесь безусловно Имело место быть Но это правильная позиция На мой взгляд Любой человек Попавший в похожую ситуацию Ну может конечно Тупо лгать Врать Изворачиваться Примеры подобного рода есть А может просто признать Свою неправоту Причем на самом деле С учетом того Что действительно Факт он очевиден Это на мой взгляд Единственная правильная позиция Так вот будут ли люди Следовать этой единственной Правильной позиции Что многие люди Которые хотят Сохранить лицо Будут следовать этой позиции Мы все видели Что произошло в Москве Когда известный артист Попал в весьма неприятную ситуацию Михаила Ефремова Сейчас мы имеем ввиду Да ДТП со смертельным сходом Вроде бы Точно так же Покаялся Принес какие-то извинения Сказал Абсолютно правильные слова Получил определенную Толику Сострадания И сочувствия Со стороны Людей В том числе И пострадавших И просто общественности Которые все сказали О том Что да Молодец Настоящий мужик Виноват Буду отвечать Без попутал И безусловно Все что произошло В последующем На мой взгляд Окончательно Испортило Реноме Уважаемого В прошлом Человека Хорошего артиста Но Стержня Оказалось У него все таки нет И это Прискорбно В общем В этой ситуации Если ты признал вину И идешь до конца Это не может Не вызывать уважение Да Но вот Послужит ли это примером Я не знаю Только наверное Жизнь покажет Насколько Насколько Поступок Сергея Доронина Например Возьмут на вооружение Все остальные родители Они хороших людей В мире все равно Больше чем плохих Я думаю Что возьмут В какой-то мере Кто-то да Хорошо У нас сейчас Остается Три минуты До рекламного перерыва И мы Переходим К такой Важной Достаточно теме Тема связана с ЖКХ И честно говоря Она мне Не очень понятна Я вот Не успела Проконсультироваться Непосредственно По своему случаю Но тем не менее В общем Эта история Я вас проконсультирую Выглядит так Хорошо Значит Управляющая компания Ленинского района Некоторое время назад Если верить Сообщениям СМИ Забыла Пропустила Сроки Поверки Поверки счетчиков Общедомовых счетчиков Электроэнергии На Нескольких там Подведомственных домах В итоге Потребление Электроэнергии Было Насчитано По нормативу А не По счетчикам При этом Жильцы этих домов Оплачивали Своё потребленное Электричество По квартирным счетчикам Честно и благородно И вот сейчас После того Как было принято Решение Арбитражного суда О том Что у Калининского района Обязано Эти деньги Выплатить Жильцы получают Квиточки В квиточках Написано Что это Перерасчет За электроэнергию И суммы там Разные Вот у нас Например 800 рублей У наших соседей 1900 А по каким-то домам Я видела Что там И 3000 И 3000 С лишним Вот этот вот Перерасчет Так вот Обязаны жильцы Оплачивать Чьё-то упущение Или не обязаны Если честно Платили за собой Потребленную Электроэнергию Ну на самом деле Здесь нет В этой ситуации Ни правых Ни виноватых Я лично считаю Что к сожалению Да Жильцы Должны будут Оплачивать Подобного рода Суммы Почему А могу пояснить Почему Значит Помимо Показаний Электрических Счетчиков Которые Установлены В квартирах И за Своевременностью Поверки Которых Следят Собственники Квартир Собственники Квартир Являются точно так же И со собственниками Всего иного Общего имущества Дома К которому Относятся Кровля здания Чердаки Подвалы Лестничные клетки Колясочные Трубы Кобеля Домовые Счетчики Тепла Домовые Счетчики Электрическая Энергия И здесь Как раз Если бы Граждане были Абсолютно Сознательны То они Контролировали бы Своевременность Поверки Этих счетчиков Ровно Точно так же Как они Контролируют И поверку Своих счетчиков Которые Установлены В доме Все таки Электричество Тратится Не только На освещение Квартир Граждан Но и на освещение Мест общего пользования Подъезда Ну да Ну да Ровно Эти действия Потому что Отплачивать деньги Управляющие Компания Либо Энергетикам Смогут Предъявлять Свои претензии Исключительно Управляющие Компании Ленинского района Мы сейчас Разберемся После рекламы Как все таки Это сделать Потому что Для меня Это вот сейчас Поразительные Вещи звучат Потому что Я была уверена Что если люди Оплачивали Потребленные Собой Электричество Они не обязаны Ничего платить Яна Чеботарева В нашей студии Вернемся Через полторы минуты Продолжаем С юристом Яном Чеботаревым Обсуждать Последние Кировские В том числе Новости Остановились На тех платежках Которые получают Жильцы домов Управлявшихся Управляющиеся Компанией Ленинского района Те платежки Которые Пришли с перерасчетом За потребленную Электроэнергию Я Евгеньевичу В перерыве Задавала вопрос Я говорила Мне непонятно Почему Люди платили Вовремя И добросовестно Управляющая компания Пропустила Сроки поверки Счетчиков И сейчас Фактически Люди Должны принять На себя Обязанность Заплатить За Некачественную Работу Управляющей Компании Которую Работу Они все-таки Оплачивали Как так Ну давайте Вам еще раз Попоясняю И слушателям Нашим Во-первых В этой ситуации Виноваты Как жильцы Собственники Да вы говорили Что они обязаны Были следить Но не следили Вот в этом Их вина Если бы Сами граждане Увидели О том Что истекает Срок поверки И уверяю вас Подобного рода Ответственные Собственники Имеют место Быть в городе Кирове То такая ситуация Просто не возникла бы Энергетики В настоящий момент Лишены По закону Возможности Считать Считать Потребленную Электрическую Энергию По счетчикам Которые Не прошли Поверку Соответственно Они и посчитали По нормативам Можно какое-то время Гражданам Конечно Посопротивляться Но все равно На мой взгляд Это все Кончится тем Что Деньги с них Будут взысканы Не добровольно Так по суду А вот дальше Дальше Каждый Кто Заплатит Вот эту сумму Которая сейчас В платежках Выставляет Управляющая Компания Может Произвести Простенький Расчет И сказать Что из-за Вот этой Ошибки Мягко скажем Управляющей Компании Он заплатил За Общедомовое Потребление Электрической Энергии На такое-то Количество Денег Больше Чем Заплатил бы Если бы Такой ошибки Не было Это убытки Собственника Которые Безусловно Возникли Из-за Действий Управляющей Компании Другой Вопрос О том Что получить Решение Суда О взыскании Таких Убытков Непосредственно С управляющей Компанией Конечно Будет Возможно И даже Никих Сложностей В этом Не возникнет А вот Сумеют ли Граждане Получить Деньги Которые Выиграют Через суд Это большой Вопрос По данным Сайта Арбитражного Суда Кировской Области Управляющая Компания Ленинского Района В настоящий Момент Находится В процедуре Банкротства Рассматривается Заявление О возбуждении Процедуры Претензий Предъявлено Крайне много И такие претензии Исчисляются Многими миллионами Рублей Если не Десятками И сотнями Точную цифру Не скажу Но очень большая сумма Ну и естественно Вот эта сумочка Которая Каждый из нас Заплатит Или заплатил бы Причем я сам У меня квартира Городская Есть в Ленинском районе Мне самому придется То же самое делать Получит В итоге С управляющей Компанией Ленинского района Большое сомнение Имеет место быть Да мало того Мне кажется Далеко не каждый Жилец Пойдет На эту процедуру Через суд И все остальное Это время Не занимает Очень много Конечно Аня я всегда Призывал Призываю И буду призывать Нашим гражданам Становиться Ответственными Собственниками Выбирать Старших По подъезду Выбирать Выбирать Каких-то Каких-то своих Представителей Домовые комитеты И жестко И внимательно Контролировать Действия Управляющей Компании Насколько правильно Управляющая Компания Исполняет договор Насколько Своевременно Поверяются Счетчики Насколько Правильно Снимаются Показания С этих Счетчиков Выполняются Ли все Обязанности Управляющей Компании По чистке Кровли Снега И так далее У нас другого Пути нет Все наше Законодательство Начиная с 90-х Годов Когда в России Торжественно Придумал И никакие Деньги Которые Вы платите Управляющей Компании За ее работу Вас в этом случае Не спасают По большому счету Нет Понятно Все сами Увы Все сами Яна Чеботарев Юрист В нашей студии Мы продолжаем Я бы хотела Еще попросить Вас прокомментировать Очень коротко Историю С раскопками В городе С одной стороны Отличная история Нам меняют Старые Прогнившие Трубы На новые С другой стороны Огромное количество Претензий Кировчан Сейчас К Сотрудникам Подведомственных Там Всяких Организаций Которые Этим Занимаются По поводу Отсутствия Горячей воды Перекрытия Дорог И всего остального Нам когда Про концессию Рассказывали Нас предупреждали О том Что возможно Тариф Несколько вырастет Незначительно Но вырастет Но никто не говорил Что придется Многим сидеть Там в течение Этого лета Ближайшего Без горячей воды Ну смотрите Значит Безусловно Здесь можно Защищать Свои права Но сразу говорю Что это С точки зрения Закона Невозможно Ведь заставить Включить горячую воду Нет Понятно Если есть авария Я понимаю Если труба Простите Вырезана Выкопана Как ты кого заставишь Другой вопрос Что существуют Нормативные сроки Производства Данных работ Если эти сроки Нарушаются То в любом случае Граждане могут Пытаться Защитить свои права Каким образом Если у вас В трубах Нет горячей воды В любом случае Мы привыкли Умываться водой Ну как минимум Теплой Не ледяной То есть Вход идет у нас Что Либо газ Либо газ Либо электрическая энергия Ну ладно Если газ Магистральный Но и то В этом случае Где-то у кого-то Стоят счетчики газовые Где-то По большому счету Люди Обогревают Воду Нагревают Электричеством Через бойлеры Через Кипятильники И прочая вещь Собирается В единую кучу Все документы Подтверждающие Затраты На подобного рода Подогрев воды Я поняла Это еще Это еще Более длительная история Чем история С перерасчетом Электричества Нет у нас Другого способа Защититься Безусловно 99% Наших сограждан Послушают все Почитают сами Подумают Скажут Плюнут Скажут Крепкое Крепкое Словцо И в очередной раз Сцепив Зубы в кулак Просто перетерпят Ну к сожалению Другого пути Просто нет Требовать Какой-то Компенсации Какого-то Морального вреда Безусловно Можно Но это будут Копеечные суммы К сожалению При огромном Количестве бумаг Только смириться Остается Придется написать Ну смирение Добродетели Ладно Хорошо Давайте мы Немножко Все-таки Негатив В сторону Отложим И поговорим О двух Как мне кажется Достаточно Интересных Информационных Поводах Ну во-первых В Кирове Появится Служба доставки Ролов и суши С очень интересным Названием Сообщают наши коллеги Название звучит Йоби Да йоби Извините пожалуйста Это не ругательство Это слово Которое Переводится С японского Как день Недели Суббота Это федеральная сеть Которая открывается В Кирове Киров не первый город В котором она Будет работать Сейчас она ищет повара Собственно Откуда Информационный повод И возник Да Во многих городах Россия работает Ну начиная от столиц Москвы и Петербурга Там заканчивая Сибирью Многие крупные города Сибири Ижевск Из наших соседей Да То есть недалеко Были судебные процессы Которые Компания выиграла Ну это очень хорошо Что выиграла Не будет ли проблем У доставщика На территории Кировской области Ну может Во всяком случае У нас в России Проблема может возникнуть У каждого И абсолютно неожиданно Я Сам был очевидцем Того Как закрывали В Кирове Кафешку С не менее забавным Названием Ширихари А здесь-то уж чего Ну тем не менее Закрыли Значит И точно так же Были претензии Связаны с названием Данного заведения Могут Могут Если есть уже Какая-то положительная Судебная практика Использования Японского слова В кириллическом Написании Ну Сложно Положительной вроде бы нет Есть Есть отрицательная Для заявителей Ну то есть Суд Оставил все как есть Ну и слава богу То есть грубо говоря Предприниматели Обратились к хорошим юристам Привлекли Нормальных специалистов И сумели убедить суд Что ничего неприличного В изложении Японского слова Нескольких японских слов Нескольких японских слов В русской транскрипции Нет Ну и отлично Во всяком случае Мою нравственность Подобного рода Выражений Не оскорбляет Вам не кажется Неприличным Это название Аня Я бы мог вам Пару слов Из литовского языка Привести Да я понимаю Конечно Вот их не надо В России употреблять Могут неправильно понять А в целом Вы как относитесь К такой Несколько эпатажной Что ли Рекламе Или неймингу Ну на самом деле Это достаточно распространенный Рекламный ход Он встречается Практически На каждом шагу Провокация Это способ Привлечения внимания Не могу сказать Что я всецело Это одобряю Но тем не менее Ничего криминального Либо оскорбляющего Нравственность Либо кого-то Я здесь не вижу Посмотрим Что скажет ФАС Посмотрим Кстати Федеральная антимонопольная Служба Сама должна По этому поводу Какие-то действия Начать предпринимать Или только по жалобе Может и сама Может и сама Может и по жалобе В зависимости от Желания и загруженности Мы не подсказываем сейчас Никое можно Неделя субботы Это слово означает Мы желаем вообще Всяческому бизнесу На территории Кировской области Процветания Правда же Конечно И еще одна тема Три минуты Даже две остается у нас Я попросила вас прокомментировать Заявление Эллы Памфиловой Главы Центра избиркома Которая пожаловалась Что кировский блогер Михаил Кремлев Который рассказывал ей Про голосование за конституцию На пеньке Соврал То есть Элла Памфилова Говорит Вот ищем этот пенек В течение нескольких недель Не можем найти У меня вопрос А вот собственно Цикл заняться больше нечем Да нет Это известный шулерский прием Зачем ищут пенек Ну так это же очень просто Значит Прицепиться К какому-то слову Сказать там Что вот смотрите Мы все проверили Никаких пеньков не было И дальше следует вывод Значит все врут Значит голосование было правильно Никаких подтасовок не было Никаких вбросов не было И вообще действительно Вся страна за Ну вот Это известный шулерский прием Абсолютно нормальный В современной России То есть дело не в пеньке Да конечно нет И не в принципиальности Аллы Памфилова Ну могли голосовать Простите на табуретках Могли даже Извините Письменный дубовый стол С собой таскать Суть-то от этого Бы не изменилась Нисколько Сам по себе Факт Проведение Проведение Юрист Как умею Юрист Ян Чеботарев Да В финале нашей программы Особое мнение Спасибо большое Ян Евгеньевич Программа на этом завершается До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры подогнал «Симон»